Информационный канал Севастополя поинтересовался, как горожане оценивают работу временно исполняющего обязанности губернатора Дмитрия Овсянникова и за что в первую очередь готовы сказать спасибо руководителю региона. Редкий случай, мнения сошлись практически единогласно. Главу города благодарили за хозяйственность, ответственный подход к делу и оперативное разрешение самых острых и наболевших городских вопросов. В городе почувствовались большие изменения с приходом нового в Рио губернатора Овсянникова Дмитрия Владимировича. Хочется сказать ему большое спасибо за то терпение, которое есть у него, потому что выдержать нас, севастопольцев, очень и очень сложно. Видно и по дорогам, и по всем проектам, которые проходят, и молодым семьям, многодетным, выделяется жилье. Вот эти лагеря, которые Комарова-1, Комарова-2, опять находятся в составе, вернее вернулись Севастополю. Вы знаете, это стоит очень больших сил. Очень планомерно принялся за работу в сфере государственной службы, в сфере развития города. Все недоделки, все недоработки предыдущих властей мы видим ежедневно, как наш губернатор это делает качественно. Отдельный плюс за работу по благоустройству города. В частности, озеленение территорий, ремонт дорог, сдачу хрусталевской развязки. Движения положительные видны. Я имею в виду молочку, я имею в виду наконец-то развязку на пятом километре, которую все ждали очень-очень долго. Я очень надеюсь, что будет в том же духе. Если в том же духе будет, то у него будет абсолютное большинство на поддержке севастопольцев, я уверен. Спасибо Дмитрию Владимировичу за то, что он делает все это для этого чудесного города, за то, что приводит его в порядок и за то, что мы приехали и видим то, что город стал таким красивым. Кроме того, люди отметили поддержку, которую правительство оказывает молодежным и ветеранским организациям, а также военно-патриотическому воспитанию школьников. 29 октября был день российского движения школьников. И Дмитрий Владимирович был в числе приглашенных гостей, которые поддержали нашу акцию. Более тысячи севастопольских девчонок и мальчишек были посвящены членам в ряды российского движения школьников. По словам исполняющей обязанности директора Департамента общественных коммуникаций Натальи Адаевой, за месяц Дмитрию Овсянникову удалось добиться доверия и поддержки подавляющего большинства севастопольцев. Мы мониторим ситуацию, проводим социологические опросы, можем с уверенностью говорить о том, что все соцопросы показывают, что рейтинг губернатора растет. И мало того, ему доверяют, ожидают, что наконец-то город заработает, заживет такой нормальной, комфортной жизнью. И жители это почувствуют. Создать комфортные жизненные условия для горожан способен только сильный и уверенный лидер. Именно таким севастопольцы видят Дмитрия Овсянникова и надеются, что предстоящий труд на благо города будет и дальше приносить плоды.